Текст весьма серьезный И когда слушаешь это произведение или играешь, недоумение. В чем дело? А дело в том, что танцевальность и не эстрадная уже, не эстрадная танцевальность, проникает в нашу музыку отовсюду. Отовсюду буквально. Мы уже с вами много раз говорили, и она проникает и в детские репертуары. Что это? Полька. Христианская полька. Почему? Опять этот ритмический элемент. Та-та-та. Вот он, полька. Вот это ритмическая формула польки. Это самая популярная ритмическая формула. Та-та-та. А для чего? Для того, чтобы ножку было удобно поставить под этот ритм. И вот эти ритмы, вот эти ритмы, они чаще всего и настойчиво, сказать, назойливо, они в кадансированных моментах. То есть тогда, когда надо сделать какие-то вот такие движения ножками, а потом та-та-та. И заключить вот этот вот участок музыкальный. То есть они очень удобные под тело движения. Ну вот я сейчас еще одну песню проиграю. И мы увидим, что здесь тоже не эстрадная танцевальность. Никаких здесь нет вот таких страшных названий, как там свинг или там джаз-марш. Ничего. Там просто вот такая вот народная танцевальность. Ну и здесь мы видим, что она сильно вредит. Вот в этом сборнике христианская музыка. Текст серьезный. Ад разрушил адность Божия. Эту лестни из мусляка. А музыка дает нам вот такой образ. А музыка дает нам вот такой образ. А музыка дает нам вот такой образ. Здесь нет этих ритмов, о которых мы говорим, что они оккультные, скрытые, трудно их вскрыть, их родословные и так далее. Здесь все открыто, все открыто, никакой эстрадности, но вот это вот танцевальность, это танцевальность. И если мы будем говорить только об эстрадной танцевальности, то это у нас пройдет в качестве первого. Почему? Потому что там этим не пахнет, значит здесь можно. А если мы пойдем дальше и будем наступать вообще на танцевальность, то мы увидим, что многое-многое теперь по нашим отвесам, как вчера брат говорил, по нашим отвесам теперь не проходит. Это будет проходить по ихним отвесам, по отвесам, скажем, там всех АБ или оппозиции, по ихним отвесам пойдет. А по нашим нет, не пойдет. Теперь вот сколько приходилось вот лекции читать, и знаете, все время, все время вопросы бьют в одну точку. Сколько я уже, уже прямо ожидаю, что этот вопрос будет. А как же, говорит, вот у нас много произведений на три четверти, и под них тоже можно танцевать. И вот всегда смущаешься, когда такие записки встречают, ну скажем, нет больше утешения и так далее. Особенно если там духовой оркестр. Вот тут трудно. Но, конечно, мы нашли такую маленькую душу, но говорим, что это вальс и вальсовость, но чувствуем, что что-то вот неубедительно так для народа Божьего. Где тут вальс, а где вальсовость, и как тут объяснить, как выкрутиться из этого положения. Очень трудно. Да, действительно, мелодии, мелодии сами в себе, они как-то пропитаны. Они сами в себе, ну как мы говорим, мелодия – это есть растворенная гармония, также есть мелодии, можно так сказать, растворенные, ритм в них растворенный, вот этот вот танцевальный. Вот они сами в себе пропитаны вот этой танцевальностью, и деваться некуда, она есть там. Она есть там. Вот еще какой-то сейчас гимн пришел на ум. Ну вот, смотрите, есть ли здесь танцевальность? Как вы чувствуете, есть танцевальность? Или нет? Есть. А как ее вывести наружу? Что тут танцевального? А? Синкопа, да? Ну мы против самого явления ничего не имеем, синкопа. Ну синкопа-то, синкопа есть междутактовая, синкопа есть внутритактовая, синкопа есть внутридолевая, ну ничего особенного. А? Вот опять вот эта вот формула. Опять вот эта формула. И мы ее чувствуем. Ну, поскольку каждый танец, он имеет не только специфический ритм, но еще специфический темп. Каждый танец имеет специфический темп. Это надо хорошо взять себе на рассуждение. Специфический темп. Чем больше мы приближаемся к темпу танца, тем больше мы удаляемся от духовной интерпретации. Конечно, можно его, можно его сгладить, этот темп ритм, можно сгладить. И мы немножечко удалимся от темпа специфического. А можно приблизить его к специфическому темпу. Здесь уже все ясно. И вот тут вопрос стоит такой. Надо помнить, что танец это и специфический ритм, и специфический темп. И плоть подчеркнет все телесно-мускульное, все двигательное. Плоть есть плоть, она всегда желает противного духу. Она всегда подвинет темп. Она всегда его подвинет так, что ножку удобно будет поставить, чтобы можно было удобно вот так вот эти упражнения сделать. Это сделает плоть. А дух будет все убирать, сглаживать. Но, конечно, нельзя изгладить. Изгладить бесполезно, потому что как гармония, растворенная в мелодии, так и вот эти ритмы, они растворенные в мелодии. Тут уже ничего не поделаешь. Единственное, что только уходить от этих вот вещей и подчеркивать, и лучше сказать, не подчеркивать то, что хочет подчеркнуть плоть. Это пока я вижу единственный способ как-то вот облагородить вот эти вот моменты вальсовости. Хотя мы говорим, что вальсов в церкви нету, потому что вальсовая музыка, она имеет в основном два момента вальсовой музыки. Это вальс как чисто прикладная музыка под тело движения. И вальс идеализированный, для слушания. Вальс фантазии Глинки, никто ей в голову не придет никому танцевать. Вот, только для слушания. Но в то же время моменты танцевальные мы явно чувствуем, и записки говорят об одном и том же. Что нас волнует и этот вопрос. И особенно, когда касается исполнения этих, так сказать, вальсов уже оркестром духовым. Духовым оркестром. Тут проблема. Какая проблема? Проблема немощи обработки. Ну вот, берет брату нотный лист, делает обработку, нет больше утешения. Ну что он сделает? Ну первое, что он сделает, это самое естественное. Вот что он сделает. Бас даст. Ля, ми, ля, ми. А вот эти вот, все остальные будут делать вот такие. Немощь. И что она рождает? И она рождает вальсовость. А плоть еще и темп возьмет хороший. Еще и барабанчиком пристукнет. И все. А потом получается, что мы известны, а нас не узнают. По нашей музыке. Это все сложные вопросы. И то же самое в отношении марша. То же самое. Плоть подчеркнет первую долю и хорошо подчеркнет. Плоть возьмет 120, чтобы это был встречный или какой-нибудь колонный. А дух все это будет убирать. Хотя маршевость эта растворенная в мелодии. Так же как гармония растворяется в мелодии. Обязательно. Обязательно. И тут мы уже никуда не денемся. Оно уже есть. Теперь единственное, что только, Господи, дай вот это все убрать. Не подчеркивать плотское. Отсюда встает острый вопрос. Кто исполнители? Плоцкие или духовные? Плоть обязательно подчеркнет. Или марш. Или вальс. Или польку. Или танго. Она подчеркнет. Почему? Это родное ей. Это ей близко. А духу неудобно. Он краснеет, бледнеет от того, что хоть немножечко походит на марш или на танец. И он старается как-то что-то сгладить. Не подчеркивать первую долю. Не подчеркивать ритм. Уходить от этого. Какие специфические признаки танцевальной музыки? Первое. Это регулярная ритмическая пульсация. Та-та-та. Та-та-та. Та-ра-та-та. Регулярная ритмическая пульсация. Это самый первый признак. Второе. Типовая ритмическая формула. И моторная тенденция. Моторика. Заведенная. Ей не свойственна никакая агогика. Никакие замедления. Никакие там очелеранды или ретинуты. Ничего. Там как пошло и пошло. От начала и до конца. Регулярная ритмическая пульсация. Пульс. Типовая ритмическая формула. И моторика. Вот эти три момента. Друзья. Если у кого-то еще какие-то возникают вопросы. Контрвопросы. Или контрответы. Мы можем сделать очень просто. Как говорится. Ларчик открывается очень просто. Каким образом. Сразу начинаем делать сравнительный анализ. Сравнительный анализ текста. Литературного или поэтического. И анализ образа или содержания музыкального. Сначала в отрыве друг от друга. Сделаем точный анализ текста. Как он серьезный. Убедительный. Хорошо. Так. Берем музыку. Что дает музыка? Не дает это. А как их теперь примирить? Как примирить серьезность и танцевальность? Как примирить духовный текст и недуховную музыку? Развлекательную. Поверхностную. Несерьезную. Как их примирить? Никак не примиряйте. И тут открывается тактика вавилонской сатаны. Примешать к чистому нечистую. И от соприкосновения чистого к нечистому никогда не получится чистое. Нечто третье, но не будет чистое. Вавилонская тактика смешения. Уже не уничтожить. Нет, его задача сейчас не уничтожить. А развратить изнутри. И каждому человеку он будет подходить отдельно, дифференцированно. Он знает наши слабости. Наши склонности к ритмам. Наши склонности подчеркнуть все вот такое и вот. А потом еще говорить для бодрости. Для бодрости марш. Для бодрости вальс. Но это вот первая часть наших рассуждений. Это танцевальность проникает не только со стороны эстрады, но и из других сторон проникает. И вторую часть я хотел бы сегодня немножечко затронуть вопрос интерпретации, истолкования, как то истолковывает музыку. Вот давайте сейчас послушаем. Максим, включи это. Где он? Здесь. Включи. Я тем не прощаю. Я тем не прощаю его ощущаю. И в пульсу жаю. Я тем не прощаю. Я тем не прощаю. Я тем не прощаю. Я тем не прощаю. Ну, в нашем понимании христианство. Или вызывает улыбку. Ну, а если не христианская манера, а в чем? Вот как объяснить? Я сейчас обращаю внимание не на ритмы. Хотя здесь они есть. А? Ну, забывание. Что тут плохого? Переживает. По-своему. Ну, я вижу вот в таком исполнении очень большое внимание исполнителя к чему? О чем он сильно переживает? Как мы думаем? Он сильно переживает о содержании? О том, о чем поется? Или его больше что-то другое волной? Ударник. Ударник его волной? Да нет. Да, его очень интересует сам звук. Вот его, что больше всего волнует. Немножко напоминает лес ночью, да? Друзья, здесь не столько внимания к слову. Не столько внимания к слову. К содержанию, к тому, о чем поется. Сколько к исполнительской подаче звука. Здесь все на это настроено. Как он подаст вот это У? Тут нет сосредоточенного внимания на то, о чем поется. А именно подать и подать звук. Так горячо подать его. Вот такая возбужденная манера исполнения. Она фактически должна привести к экстазу. И исполнителя, и слушателя. Ну, в разной степени глубины. И вот такая возбужденная манера исполнения, такая повышенная экспрессия, она идет от блюза. От блюзового исполнения. Я вот читал, читал советскую энциклопедию, и там прочитал о блюзе вот что. Что это... Как там написано? Это состояние, блюзовое состояние, это состояние какой-то надорванности, какого-то надломленности. Вот такое вот состояние. Там еще блюз, а еще есть термин, значит, если он попадается в музыке, in the blues, то есть в таком, в подавленном состоянии. Вот идет музыкальный текст, ну, скажем, где-то экспрессиво, где-то там это dolce, нежно, а где-то будет написано in the blues. Это надо петь в подавленном состоянии, то есть входить в образ вот этот вот подавленный, и вот так подавленно петь. Я хочу еще раз, чтобы Максим прокрутить. Обратите внимание особенно на подавленность пения. In the blues это термин, и в этом характере надо петь. Сразу. Давай, чуть вперед. Вот. Безысходность, тоска, подавленная. Друзья, вот такая вот, такое горячее исполнение, это есть тоже такой термин, это английское слово hat, горячее исполнение. Такая знойная, такая подача звука. Это можно принять за действие Духа Святого. Такая фальшивка. Ох, как переживает брат. А фактически что? Он в состоянии подавленности выносит на всех слушателей и начинает их подавлять. Кто этим занимается? Сатана. Через такую фальшивку. А он переживает, ломает руки и все себе это. И вот так вот. А что это получается? А получается in the blues. А еще в энциклопедии написано, что blue, ну как расшифровывается, blues. Blue это голубой, а devils это дьявол. И вот в таком состоянии и пой. А вместе получается blues. Не знаю, насколько верно, но так говорит энциклопедия. Это вот одна манера пения. Но их манер, наверное, великое множество. Этих манер. А теперь как тут не растеряться в этом? Вот давай следующий. Вот там уже другая манера. Там уже блюзом не пахнет. Ну вот такое море. Синкопированное. Вот такой чел мотается он от этих синкоп. Ну, конечно, этот номер есть во втором томе. Там нет ни одной синкопы. Ну, не будет время перейти. Там нет ни одной синкопы. И если бы мы сейчас вот занялись бы ритмический диктант писать с этого номера, то я не знаю, к чему, к какому выводу мы придем. Вот обратите внимание, я уже сегодня так утром пофантазировал. Ну, допустим, можно было бы так. Море пенится, шуми. Да. Если бы ровненько. Море пенится, шуми. Ну, это ровненько. А можно было бы такое окончание сделать. Море пенится, шуми. Почувствовали синкопку? А можно еще удвоить синкопку. Море пенится, шуми. И так можно, да? А можно вообще сделать все синкопируя. От начала до конца. Страх за сердце каждого берет. Вы понимаете, как? Тут можно дозировать. И каждый исполнитель дозирует в меру своей закваски. И некоторые, ну, особенно уже потерявшие голову, там можно говорить уже о тотальном синкопировании. Все. Они себе не мыслят один такт, чтобы там не сделать 2-3 синкопы. Не мыслят. У них эти синкопы уже в крови. Ну, давайте не поленимся. Давай еще разочек прокрутить. Может быть, кто-нибудь посчитает? Если был бы такой магнитофон, вот какой-нибудь японский, чтобы считал синкопы. Друзья, вот это фактически все вот эти вот элементы. Я обратил внимание, что на Западе говорят не синкопа, а синкоп. И это термин вот тут, вот в этой книжечке. Я прочитаю, что такое синкоп. Синкопом называется постановка метрического ударения на предыдущую неподчеркнутую часть такта. Первоначально подчеркнутая часть такта перенимает неприсущий ей акцент. Значит, автор книги Кнайф «Деловой лексикон рок-музыки». Гамбург, 78-й год. Значит, первое. Значит, вот эти вот все элементы. Синкоп. Синкоп. Потом есть офф-бит. Этот элемент тоже ведет к экстазу. Значит, первое. Вот эти вот горячие подвывания, горячие вот эти вот подачи звука. Это все работает на экстаз. Синкоп работает на экстаз. Теперь офф-бит. Офф-бит. Читаю, что такое офф-бит. Перемещает метрические акценты по отношению к такту, подобно синкопу, но более сложным образом, так что его вряд ли можно заметить. Ну вот смотрите, что происходит. Офф-бит. Вот левая рука дает сильную долю, а правая рука дает слабую долю. И вот получается такая картина. То есть все, что слабое становится сильным, все сильное становится слабым. Вот эта сильная доля, она слабенькая, а эта сильная. И вот такое смещение. Вот к экстазу ведет все, что начинает смещаться. Метр фактически смещается на одну долю. Все, что сильное, на слабую. Синкопа нам тоже перемещает все с сильной на слабую. Вот это повышенное, это тоже смещение. И вот все вместе дает какой-то эффект экстаза. Еще есть глиссанда. Вот в отношении глиссанда и скользящей. Тут глиссанда написано так. Скользящее заполнение звукового пространства промежуточными звуками вверх или вниз. Вот сейчас мы посмотрим, что такое глиссанда и как пользуются вот эти вот глиссандры. Сейчас обратим внимание на глиссандры. Не чисто ноты, а с подъездами. Еще есть такое понятие, как пятна. Пятна понимают короткие глиссандры, как связь отдельных звуков одной милой. Глиссандры слушают. Глиссандры слушают. Вот эти вот подъезды. Друзья, вот она кухня рок-музыки. Включая сюда еще грязные ноты, то есть звуки с нечистой интонацией, нарочито грязные ноты. И на трубе играют, и голосом нарочито грязные звуки. Там своя кухня эстрадного джазового исполнения. Скажем, если нужно сделать трель на трубе, то это делается не вентилями, а делается губой. Губами нарочито, чтобы там звучание было такое ошеломляющее. Скат, это тоже из этой же серии, обозначает пение бессодержательных слогов. Ну вот я слышал одну детскую песенку, там что-то такое «да-да» дети поют, а потом «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Слово превращается в какой-то элемент, подстраивающийся под музыку. А там просто бессодержательные. Вот. Ну и экстатические выкрики или экстатическое завывание и так далее. Вот это все из этой кухни. Друзья, может быть, мы вот пару минут оставим на вопросы. Сейчас как раз без десяти, чтобы помолиться. Может быть, есть какие-то вопросы? Или, может быть, у кого какие-то есть соображения? А, с хрипотой. Дело в том, что эстетика джазового исполнения такая. В каждый момент, в каждый момент пения или игры должно быть что-то необычное. Если это обычное, не называй джазом. Там должно быть что-то необычное. Или в манере, в подаче звука. Там могут и лаять, и гавкать, и что угодно. Вот обратите внимание, один из приемов, который использовал Клименко. Из Кубани Клименко. Он поет, поет, а потом так высоко загнал ноту, что не каждая сестра еще... Да. Очень высоко. Такой женоподобный голос туда загнал. Это вот тоже стремление удивить, ошеломить что-то необычное. Тут и прохрипеть уместно. Это не потому, что они не могут петь. Они прекрасно могут петь. Но это такое исполнение. Они могут и показать вам белькант, а могут и прохрипеть. Да, это такая эстетика джазовая. Святой, да, освящается еще. А скверный, пусть он сквернится. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.